Конечно, я плакала. Кайф, бабло и вообще все ништяки. Становить меня уже было невозможно. Все, я попала, я буду мастером тоже, я хочу это уметь, хочу делать это сама. Нас считали глупыми блондинками-ремесленницей никакого творчества, какие-то там две полоски на лбу нарисовать, фигня. От критики никто еще не умирал. Я получила то, что хотела. В моей жизни появился Мохаммед Ханнафи, потеряла у некоторых людей. Они все ошиблись, а я нет. Добрый день, дорогие друзья! Вы вновь на канале Ханнафи Колорс Пигментс. Сегодня с вами я, Ольга Ханнафи. Тема сегодня для поболтать. Готова рассказать вам свой собственный личный путь в профессии. Как все начиналось, как я пришла к решению о том, что мне нужно стать обязательно мастером перманентного макияжа, с какими сложностями я столкнулась, как я их преодолевала, и как жизнь привела меня к тому, что я есть сейчас. На самом деле в профессию я пришла достаточно поздно. Мой путь к перманентному макияжу начинается с моих 35 лет. До этого я была занята другими очень важными вещами. Когда-то давно я закончила медицинское училище, и достаточно долгое время работала медсестрой в реанимации, в послеоперационном отделении. С медициной была связана достаточно тесно, и вообще мне это все очень сильно нравилось. Я даже некоторое количество лет училась в медицинском институте. Образование высшее у меня не закончено. Я не окончила вуз, потому что я вышла замуж, родила детей через какое-то время. Муж мой всяческие такие мои какие-то личностные проявления не очень сильно приветствовал. Намного полезнее было мне быть дома. И я исправно исполняла свои обязанности хозяйки и мамы. Так сложилась жизнь, так часто бывает, что через некоторое время я поняла, что я не могу так больше, что мне нужно быть самым достаточно значимым человеком, который работает и занимается каким-то интересным делом. которое приносит ему радость и счастье. Ну, поскольку это все мои желания никак не сочетались с видением моего супруга, то в момент, когда наиболее остро встал вопрос о том, что я так больше не могу, а он так больше не хочет, то и семья, к великому сожалению, распалась. Я пошла своим путем, решив, что поскольку я имею медицинское образование, то я могла бы стать косметологом. Я нашла достаточно обычные курсы косметолога, недалеко в своем районе, где жила, и закончила их. Устроилась в салон красоты и стала работать косметологом, делать какие-то масочки, щипать брови и так далее. Мне все ужасно нравилось. Я не приносила практически никаких денег, потому что клиентов было мало, я была начинающим специалистом. Но атмосфера бьюти-индустрии, атмосфера какой-то своей уже самостоятельности, значимости, свободы оказывала на меня влияние буквально-таки сродни с наркотическим. Очень я была в то время рада и счастлива. Я понимала, что что-то мне не хватает, потому что когда я училась на косметолога, в соседнем кабинете проходили курсы мастеров перманентного макияжа. Я туда сегодня заглядывала, мне было страшно любопытно, что они там такое делают. Это был 2005 год, начало 2005 года. Конечно, уже о татуаже так немножечко люди слышали. Знать стали люди об этой процедуре, но, конечно же, мало. И распространения он большого тогда еще не имел. Но я, когда услышала об этой процедуре, я мечтала ее сделать сама себе. Я очень хотела татуаж губ. Очень хотела. У меня губы от природы маленькие, асимметричные. Я все время, все время их рисовала карандашом и помадами. Я набила, конечно, с одной стороны на этом уроку, с другой стороны, когда я узнала, что есть такая процедура, просто я загорелась. Я стала мечтать, чтобы у меня тоже был татуаж губ. И когда к нам на курсы вошел кто-то и сказал, что нам для учеников перманентного макияжа требуются модели, я тут же сказала я. Люди, которые знают меня близко, часто замечали, что вот это вот мое какое-то глупое бесстрашие, как это называется, слабоумие и отвага, оно со мной часто. Я довольно-таки часто подписываюсь под какие-то вещи, не очень тщательно их изучив. И что самое интересное, что именно тогда, когда я сломя голову куда-то несусь, вот потому что очень хочу, оно в общем и целом оказывается правильным. И каких-то сильных ударов под дых я не получаю. Я так почему-то в моей жизни сложилась, что наоборот, когда я очень тщательно что-то продумываю, долго анализирую, то в итоге получается, что и не зря боялась. А когда, очертя голову, то вроде как и удачно получается. И вот я пошла моделью, я получила то, что хотела. Я считаю, что мне, оглядываясь назад и оглядываясь на весь мой опыт самой себя в этой профессии, я могу сказать, что мне сделали очень неплохой татуаж. Прям неплохой. Я, правда, все время выхватывала карандаш и пыталась рисовать форму сама, потому что девочка-ученица никак не могла нарисовать то, что мне нужно. Потом я тоже много раз вспоминала этот случай. И поняла, насколько это все-таки важно, когда мастер сам может предложить правильную форму, сам может угадать и почувствовать клиента, и сделать то, что ему нужно. А тогда прям борьба была достаточно серьезной. В итоге я все-таки настояла, частично рисовала девочка-ученица, частично я все-таки там бубнила, бухтела и настояла на каких-то исправлениях в свою пользу. Потому что преподавательница... Не помню, кто это был. Вот, казалось бы, я могла бы сейчас, может быть, даже встретиться с этим человеком, вспомнить, как оно все было. Ну, не помню. Никак звали, не помню, кто был преподавателем. Но помню, что она говорила, что нет, нет, модель не должна рисовать. Рисовать должна мастер. Она будущий мастер, она рисует сама. Это ее обязанность. Ну, а я, естественно, себя нурочала, потому что она рисовала мне то, что нужно. Но в итоге мы договорились. Я получила то, что хотела. Была счастлива безумно, абсолютно безумно счастлива. И в этот момент я поняла, что все, это все. Я попала, я буду мастером тоже. Я хочу это уметь, хочу делать это сама. Подглядывала, подсматривала за работой мастера, за тем, что стоит у него на столике, какие пузыречки с пигментами. Спрашивала, сколько они стоят. Прикинула, что, конечно, дело не дешевое. Но остановить меня уже было невозможно. Времена у меня были очень тяжелые. Я снимала квартиру, на руках был маленький ребенок. Я еще толком ничего, как косметолог, не зарабатывала. В тот момент мне, конечно, безумно помогли родители, потому что мама молча брала на себя сына моего, когда мне нужно было идти на учебу. А папа, ныне покойный, тогда дал денег на обучение. Я у него взяла взаймы. Он сказал, ты уверена, что тебе это нужно? Сумма большая. Я сказала, да, я это куплю. Обучение шло, наверное, неделю, не больше. Курсы, на которых я училась, были очень простые. При том же центре обучения, где я обучалась на косметолога, все было достаточно по-спартански, потому что те курсы из дорогих, разрекламированных, раскрученных, которые я видела в рекламе, а реклама тогда была в газете из рук в руки, на минуточку. Это был не Инстаграм вовсе никакой. Это просто не существовало. Вот те курсы мне были не по карману. Биотек, курсы Виталия Охотенко. Я это все видела и понимала, что не потянул. Ну, в общем, короче, мои курсы были намного более дешевые, чем вот эти вот. Я их закончила и начала работать сразу. Я просто вот оглядываясь назад, понимаю, что желание мое было настолько велико, что меня не пугало ничего. Невозможные ошибки, невозможные провалы, невозможные испорченные лица, ничего. Мне казалось, что я совсем справлюсь, что я смогу, что я сумею. Я начала работать на дому. Я купила себе кушетку достаточно быстро, там в течение недели складную. Отделила полкомнаты занавеской, как у Вани висит. И все. Ко мне пошли подруги, подруги подруг. Конечно, сперва я напортачивала на родной маме. Вот. До сих пор не могу ее заставить исправить все это дело. Умоляю ее только никому не говорить, что она носит на себе мой татуаж. И так как-то все пошло-поехало. После этого я поняла, что дома работать мне становится неудобно, не очень комфортно. Запахи еды из кухни, собачка, ребенок. Замечательно, конечно, когда дом большой, и можно отделить, допустим, часть дома, или как минимум большую хорошую комнату, оборудовать ее специальным образом, и там принимать клиентов. В этом нет ничего ужасного. Главное, чтобы все было сделано по правилам. Но у меня таких условий не было. Меня само это начало напрягать. И я пошла по району искать кабинет, чтобы в салоне красоты снять кабинет. В 2008 году я сняла кабинет, поработала в одном, в другом, в третьем. И так вот как-то уже появилось много, появилось понятие студии Ольги Тарасюк. Ну, тогда я была Тарасюк. Я известна в нашей профессии, в общем-то, под этой фамилией. Ханфи появилась значительно позже. Мы много очень общались между собой с коллегами. У нас был очень дружный, ну, по сути, коллектив, хотя мы все жили в разных местах, в разных городах, но общались очень плотно, потому что нас было мало. И таких вот одержимых, чокнутых, как я, была горстка. Мы все перемещались с сайта на сайт, так называемые форумы возникали. В основном это были форумы татуировщиков. Татуировщики придумывали себе сайты, на которых они могли обсуждать свои работы, выкладывали фотографии и так далее. А для нас на таких форумах отводилась маленькая часть, перманентный макияж. И мы там что-то такое свое пытались обсуждать. Мы были на задворках цивилизации, нас считали глупыми блондинками-ремесленницами, никакого творчества, какие-то там две полоски на лбу нарисовать, фигня. И вот зато мы там начали друг с другом знакомиться, начали иметь возможность задавать друг другу какие-то вопросы, задавать по делу и получать ответы, получать пинки, ругань от боли опытных товарищей. Были слезы, обиды. Ну, в общем, это был такой колоссальный профессиональный рост, и он сформировал во мне четкое совершенно понимание и убеждение, что от критики никто еще не умирал. И ничего, кроме пользы, от критики не бывает. Поэтому я очень сложно отношусь к современным технологиям продвижения мастеров, обучения мастеров, когда всех нужно гладить по голове, никому нельзя сказать ни слова плохого. Все сразу обижаются, начинают в ответ говорить сам дурак. Конечно, я плакала, когда мне говорили нехорошие слова по поводу моих первых работ. Да, я помню, что я плакала, но ни разу в жизни я не посмела нахамить в ответ человеку, который сказал плохо про мою работу. Я утирала слезы и сопли, смотрела другими глазами на свою работу, спрашивала советы и шла дальше. И я считаю, что такой вид продвижения, такая помощь от более опытных мастеров намного более полезна и важна, чем вот это все бесконечное рассюсюкивание и расширкивание. Уж простите меня, молодые мастера, но я, конечно, играю по современным правилам, стараюсь играть, но в душе я с этим не согласна. К 2009 году встала очевидная необходимость создания некого портала, на котором мы, мастера татуажа, могли бы уже развернуться в полную мощь без вот этого давления, уничижающего давления татуировщиков. Мы с ними, безусловно, всегда были параллельно, бок о бок, и со многими из ними дружили. И когда-то тусовки перманентщиц и татуировщиков были единым целым. Мы тусовались в одних компаниях, у нас были одинаковые мероприятия и одинаковые развлечения после этих мероприятий. Мы были все вместе. Потом, конечно, перманентный макияж отделился в более эстетическую, коммерческую сторону ушел. И, можно сказать, разошлись эти две профессии. Но, как бы мы с ними ни дружили, но в 2009 году мы и с коллегами приняли решение, что нам нужно создавать свой собственный интернет-портал, на котором мы будем обсуждать только наши проблемы. И был создан сайт ПМ-форум. Принимали участие в его создании, в формировании его структуры, тем, которые мы там будем обсуждать, каких-то категорий, подзаголовков, фотогалереи, как это все будет устроено. Принимали участие в этом я, Лера Барченко и Наташа Леон, которая сейчас уже давно живет в Америке. Но тогда мы плотненько дружили, постоянно вместе общались, работали и собрались как-то в Москве. В студии, где Наташа работала, сели, накидали на бумаги, как это все будет выглядеть. Мой друг написал, сам сайт сделал, сверстал его. И с 2009 года до 2016, то есть полных 7 лет, этот сайт был основным местом для профессионального роста в нашей профессии. Потому что все это происходило, я не помню, в каком году появились ватсапы, телеграм намного позже. Я не помню, в каком году появились эти соцсети. Важно то, что первые несколько лет никаких альтернатив для общения у нас не было. И все обсуждения происходили на форуме, и все переписки между собой велись в личке на форуме. Там же обсуждались какие-то возможные мероприятия, какие-то личные встречи. Мы начали встречаться, приезжать друг друга, знакомиться. Потом мы собрались и начали выступать под маркой ПМ-форум на выставках. В то время у нас было две косметологические выставки Интершарм, которые существуют и до сих пор, и Косметик Интернешнл, который потом с Интершармом слился. Вот в Косметик Интернешнл мы несколько дней подряд участвовали своими силами. Не было никакого там ни ИП, ни ООО. Просто был вот интернет-ресурс. На нем добровольно общались мастера. Мы приглашали мастеров поработать на стенде. Без ложной скромности могу сказать, что я не помню, вокруг каких еще стендов была такая толпа людей, как вот вокруг нашего. Те мастера, многие из тех мастеров, которые сейчас мега известны, их знают все, и они раскрученные, знаменитые, обучают и так далее. Очень многие из них выросли на нашем форуме. Потом как раз появились все соцсети, которые, в общем-то, для общения более быстрого, больше коммуникабельности, более быстрой реакции на вопрос-ответ, вот так далее. Это все, конечно, стало намного более удобно, чем общение на форуме. И форум потихонечку стал затухать. Меня очень многие обвиняли в том, что я его не спасла, не сохранила, что я виновата. В жизни кончилось, дружба рухнула, все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают. Потому что, ну, почему-то меня об этом обвинили, что я не сохранила. Я не считаю это ни своей виной, ни чем-то вообще в принципе плохим, потому что всему свое время. Жизнь течет, технологии меняются очень быстро. И всего-то, господи ты боже мой, с момента того, как я приняла решение стать мастером, прошло всего-навсего 17 лет. Ну, что такое 17 лет в масштабах, я не знаю, жизни, страны. Однако выросло уже не одно поколение мастеров молодых, которые учатся по-другому, быстрее учатся, по другим правилам учатся. И вообще у них методики другие. Все поменялось совершенно. И что держаться за старое? Есть хорошие воспоминания. Есть отличные друзья с тех пор, оставшиеся в моей жизни. Есть фотографии. И жизнь идет дальше. И это здорово. И как раз во время общения с татуировщиками, общения на этих вот всех сайтах и так далее, какие-то мы даже не только на этом, Cosmetic International, мы принимали участие, приезжали в гости на тату-конференции, которые татуировщики проводили. И, конечно же, стал вопрос о поиске пигментов. Все мы начали... Ну, те, кто готов был размышлять, работая, не те, кто как бы вот по рельсине, которую показали и шли там всю жизнь, а кто занимался каким-то поиском в профессии, интересовался, хотел узнать что-то новое. Все мы, конечно, стали искать возможность работать более стойкими пигментами, более легко укладывать. Короче, вся эта история с колористикой, с пигментологией сделала так, что мы все обратились в сторону татуировочных пигментов, на которых тогда лежала жесткая табу, что на лице ими работать нельзя. И мы, значит, все равно пробовали. И я занималась этими экспериментами особенно активно. Я не боялась этих экспериментов никогда, несмотря на те ошибки, которые, конечно же, я допускала в процессе изучения этого вопроса. Но изучала я его очень настойчиво, с большим воодушевлением, с азартом. Мне не было это скучно. И в итоге я пришла к 2014, наверное, году, к 2013, я пришла к созданию, к пониманию, какие пигменты из татуировочных нужно с какими мешать для того, чтобы мне было хорошо и спокойно работать на лице клиента. Это я, конечно, делала каждый раз в колпачке под каждого клиента. Ничего не мешало в пузырьках. Тем более, конечно, ничего. И не думала, и не гадала про какие-то там продукты фирмы, продажи и так далее. Но где-то в 2013 году у меня уже сформировалось понимание, что пигментами, в то время это называлось тату-пигменты. Теперь мы знаем, что это просто органический или гибридный пигмент. Работать можно и нужно, и так далее, и так далее. Ну и вот, и все стало замечательно. Подруги иногда, коллеги спрашивали, что там такое намешало классное. Ну-ка, намешай-ка мне тоже в пузырек. А потом сказали мне, то, наверное, стоит продавать. Что-то вроде хорошо мешаешь, что не продаешь. Саша Шеферная сказала. Она часто говорила интересные, полезные вещи. Много классных вещей мне предложила в профессии, людей мне предоставила для знакомства хороших. И вот, в частности, она мне сказала, что клево намешало. Почему не продаешь? Наверняка это будет нужно людям. Я сказала, как? Я не умею. Я даже не помню, как началось вот это вот, ну вот, действительно, по капельной смешанию пузыречки под заказ конкретной знакомой девочки, которая очень сильно попросила сделать этот микс. В этот момент в моей жизни появился Мохаммед Ханати, который, опять-таки, появился благодаря моему замечательному вот этому принципу. что я, чертя голову, могу окунуться не пойми во что, с непонятными последствиями. Ну, вроде как, все выруливается. В данном случае тоже вырулилось, хотя у всех волосы были дыбом от того, что я творю и делаю. И меня, конечно, многие осуждали, ругали, не понимали. И люди, многие отошли от меня. Я потеряла некоторых людей именно на фоне этой истории со знакомством с Мохаммедом. Ну, потому что что обсуждать? Всем известно, что я старше, всем известно, что он египтянин, всем известно, что познакомились мы с ним в Шарм-эр-Шейхе. Ну, наборчик просто тот еще. Морально-нравственный, этический и вообще фу. Вот. Но так получилось, что они все ошиблись, а я нет. А потом Мохаммед, когда увидел, что я там что-то такое в пузырьке мешаю, он сказал, что это вообще-то делаешь? Я говорю, вот так вот. Люди хотят, надо бы. И мне кажется, что я помню этот звук, как я услышала, как у него щелкает в голове вот это первое колесико, которое начало щелкать дальше, крутиться, потихонечку возникал этот механизм, как же это все наладить и как это сделать, чтобы это был продукт, было производство. Случился бы бренд, получилась бы фирма. Ну, что там у него щелкало, это уже к нему вопросы. В итоге результат пока всем известен. Будем дальше продолжать и работать. Все это на самом деле очень непросто, потому что, когда ты занимаешься любимым делом и творчеством, и получаешь за это еще денежку, чувствуешь себя свободной, самодостаточной женщиной, это прекрасно. А когда ты начинаешь уже погружаться в большой бизнес или как минимум быть спутницей большого бизнесмена, то ты уже понимаешь, что это все, ну, не так все шоколадно. Как картинка моя любимая, я ее даже как-то постила, там какая-то бабушка такая кривая, на бабку-ежку похожая, ну, изображена и текст на картинке, что быть, вести бизнес, там быть большим бизнесменом, это вообще все фигня, это одна радость, кайф, бабло и вообще все ништяки, там Нина, 36 лет, вот, ну, выглядела она там на 80 на этой картинке, но это вот про то, что все это достаточно энергозатратно, но, наверное, мы не будем заканчивать, двигаться вперед, ну, это не в характере моего мужа, а я рядом с ним. Резюмируя мой длинный спич, я могу сказать, что по поводу моего пути в профессии все это начиналось от большого желания, от большого желания стать значимым человеком, уважать саму себя, понимать, что я могу сама себя прокормить себя и своих детей, и когда это оказалось еще и очень творческой, интересной профессией, параллельно, приносящей неплохие деньги, то я была абсолютно счастлива. И недавно я услышала, нет, не услышала, я прошла на фейсбуке, то представьте себе, что вы живете в городе у моря, где всегда тепло, прекрасная погода и курортный приморский город, и закройте глаза и представьте, чем бы вы там хотели заниматься, кем вы себя видите, живя в таком городе, что бы вы там могли делать. И вот то, что вы себе сейчас представите, это и есть на самом деле ваше любимое дело, чем вы должны были бы заниматься в жизни. Вот по-честному себе это примените и скажите. Я закрыла глаза и подумала, что ну и Шармальшех, Сочи, не знаю, любой другой город. Я все равно сняла бы кабинетик и стала бы делать патуаж женщинам, потому что я безумно люблю свою профессию. Вот такая история. Можете в комментариях что-нибудь меня еще спросить, я с удовольствием отвечу, потому что я знаю, что когда я рассказываю особенно такая длинная история, то я там могла что-то подзабыть или куда-то мысли уйти, не все сказать. Поэтому хотите, пишите комментарии, я с удовольствием отвечу. Я просто решила это рассказать, потому что сколько бы я не общалась, сколько бы не встречалась с коллегами, сколько бы не дружила с коллегами, сколько бы не ездила на конференции, обязательно за каким-нибудь столом люди опять спрашивают, а расскажи, как ты пришла в профессию, а расскажи, как вы познакомились с Мохаммедом. Если это видео оказалось действительно для вас интересным, и вы поддержите меня комментариями и лайками, то я это увижу и тогда приму решение, что, возможно, следующий подкаст мы запишем вдвоем с Мохаммедом Хануфи и тоже расскажем вам что-нибудь такое интересное и личное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok